Привет дорогие друзья, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile. Что такое Lineage 2 Mobile? Это мобильная игра, в которую можно играть также на компьютере, установив соответствующее приложение. Но также можно играть и на мобильном устройстве, на телефоне. Плюс есть трансляции на телефон, что при помощи соединения с интернетом вы можете спокойно подключиться к своему компьютеру и играть через телефон. Тоже очень удобно, экономит ресурсы вашего телефона и он, получается, вы как будто смотрите фильм, только можете управлять этим фильмом. Думаю, объяснил достойно. Но это для тех, кто не знает, просто новичков много смотрят. Не все знают, что такое трансляция, я сам узнал пару месяцев назад. Кому-то будет полезно. О чем я хотел поговорить? О автобое, о хаосе. Ну я хотел это видео вообще-то давненько записать, но как-то руки не доходили, то я забывал. Давайте сначала про автобой, да? Давайте сначала про автобой. Я фармил Храм Рассвета, там аналогичная ситуация, есть мобы, которые делятся. Как Лес Зеркал, очень хорошие места для кача магов, очень великолепные. Так как есть места, где ты там вынес кучку, вынес кучку, вынес кучку и побежал к следующей кучке. Давайте поговорим про настройку автобоя. Опция, у всех она должна быть настроена, я про это уже говорил. Я об этом начал задумываться. Фармил вот эту локацию, холмы ветров. Там есть такие агрессивные мобы, дальнего боя, цветочки такие. И вот они меня напрягали постоянно. В опциях сканирования вы можете настроить там приоритет агрессивные мобы, обычные мобы, цель атаки, элитные мобы. На кого должен обращать внимание ваш персонаж в первую очередь. Что это нам дает? Вот к примеру, тут я настроил на агрессивных мобов. Обычные мобы. Он как раз направляет свой урон в моба, который находится в центре обычных мобов. Это дает возможность мне бегать туда-сюда, зацепая эту сторону с мобами и эту сторону с мобами. То, что дает мне профит больше фармить, если я бы так не выставил. Я думаю, это видео будет интересно новичкам, потому что, ну, алды это все знают. И чтобы вот это сканирование ваше работало, вам нужно зажать автоохоту. Если у вас не будет работать по сканеру вот такого значка, когда зажимаешь, да, автоохоту. Появляется, ну все, режим автоохоты с помощью сканирования. Если мы отожмем это действие, он просто будет бить мобов, которые рядом находятся. Будет зацепать вот этих монстров, да. Вот этих монстров. Потому что спаун достаточно быстрый здесь. За счет того, что он не зацепает полностью всех мобов, мы теряем в опыте и адене. То бишь, время работает против нас. Вот он начинает бегать по кругу, тут плюс неудачное место для фарма именно магам. Он неэффективно использует свои скиллы, так как у меня на данный момент 5 массовых скиллов. Еще массовый скилл идет от самого Агатиона, который кидает метеор тоже. Ну там не такой урон, как у мага. Плюс еще я вставил обилочку в сам посох. Отчаянный шилин. Хочется конечно максимально его разогнать, потому что это будет просто неимоверный фарм. Я так предполагаю, это урон водой, потому что такой шар воды появляется и всплеск именно. В итоге 7 массух. 4 которых бьют по 5 целям и метеор по 8. Теперь поговорим о вот этих мобах, которые делятся. То бишь, есть у персонажа как обычные тычки, так и массухи. И это идеальное место, которое подходит, чтобы у вас был задействованный хаос. Обычные тычки. Как бы вы понимаете, что да, там удар буря по 5 целям. Потом удар ветром по 5 целям. Ну удар пламени он слабенький, так на добивание в целом. Снежный шторм тоже по 5 целям. И бывает такое, что у вас просто вот метеор в одну цель летит. Чтоб такого не было, нужно включать хаос. Казалось бы, хаос минусует одну цель, но в последовательности фарма это просто невероятный прирост по опыту. Если мы возьмем вот сейчас, мы видим, мы зацепаем моба, делятся вот эти мобы. И то бишь, хаос минусует 6 моба, чтобы массуха могла дать полный урон. Ну по 5 целям, которая массуха, полный урон. Будет видео полезно магам и вообще ребятам, которые не пользовались автоохотой. Ну и чтобы мой персонаж эффективнее фармил, мы зажимаем вот сюда. Ну соответственно выставили все тут, да, там. Приоритет цели по расстоянию, пока еще не понял, как это работает. Ну по расстоянию то и понятно, но приоритет, ну вроде приоритет лучше как-то, не знаю. И вот он собирает за счет такой настройки автоохоты очень много мобов. И нам теперь нужны тычки, которые убивают одиночные цели. Это как хаос, в самом небулите есть скилл, который бьет в одну цель. То есть за счет этих мобов, которые делятся, мы получаем просто невероятный кач и фарм на этой локации. За счет настройки автоохоты и соответствующего количества скиллов. У меня не было такого набора скиллов, бури не было, да. Был метеор, снежный шторм, восстановление заклинаний, ну и удар пламени. Масухи бури и удара ветром не смог бы тянуть. Ну а сейчас, когда вот это есть совокупность вот этих всех скиллов, они, я бы показал на топ-оте каком-то. Но мой персонаж не настолько сильный. И там есть такие монстры, вот лучники, да, и они очень противные. Это обычная цель, это и есть этот подводный камень. Мешает фармить. Из-за того, что наш персонаж обращает внимание только агрессивных мобов, а они все не дальнего боя. Он может зацепить масухой лучника и он просто будет по вам наносить урон. Если тут плотность мобов очень сильная, не будет обращать внимание на данного моба. И он потихоньку будет сжирать ваши банки. Хоть мой персонаж достаточно слаб, но он тут за счет колец на тьму и штаников кровавого пахта. Это нам дает буст, чтобы защититься от тьмы. Хоть не имеем большого такого буста по защите. То бишь задавай вопросы. Если тебе было интересно, всегда лайк ставу. Подписка обязательно. С тобой был твой друг Розе.